Насадитесь рядом с Игорем. Что сказать? Садитесь. Провасся поближе. Насадитесь на ту сторону. Так, на книге никогда ничего не вложите. Это прерогатива книг. Все, поехали. Глава 3, 2-е послание апостола Павла к Олимпинам. С 1-го стиха. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Блаженный Теофилакт дает толкование на первый стих. Поскольку сказала себе много великого, то говорит, не скажет ли кто, что это, Павел? Говоря сие о себе, ты сам выхваливаешь себя. Слово такое, запомните, выхваляешь себя. Выхваляешь. Отстраняет это возражение следующими словами апостол. Говорит это с силой, делая речь свою более выразительной. И намекает же на лже апостолов, которые, не имея в своих делах ничего, что могло бы сделать их известными, сочиняли одобрительные письма, представляя их кому хотели, и таким образом рекомендовали и приводили себя в известность. Слова его, апостолы, высказываемые с силой, имеют такой смысл. Уже ли кто скажет, что мы должны представить вам одобрительные письма, чтобы прийти через них в известность у вас, или же представлять такие письма от вас к другим, затем с чувством прибавляет. Второй стих. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вот и становимся здесь. Ну, выхваляйте. Молчальники. Какие-то хоть вопросы-то задавайте. Выхваляйте слово. Вот у меня вопрос сразу возникал. Когда они получали эти письма от апостола Павла, никаких глав не было, стихов не было. Если мы получаем письмо от кого-то, мы его читаем не по частям, а целиком. Это занимает немного времени. И ясное дело, это письмо надо было переписать. Эти люди, которые услышали, да не, все услышали, потом передавали друг другу. Какие у них-то мысли были? До блаженов эпилакта еще ровно 10-летий. Как они понимали, эти люди-то? Тем более, письмо им в руки никто не давал, потому что оно написано, и все. А там были люди при том еще и разной национальности. И вот это, когда все начинаешь смотреть, он, Павел-то, видел аудиторию перед собой или нет? Видел ли, что еще скифские племена обратятся, к северным народам пойдет, и какой-то барнаул, яма эта дымная. И тут будут сидеть люди, считать еще и разбирать, вникать. Я, когда начал заниматься этим, решил больше узнать об апостоле Павле. Есть доктора Парара книга. Парара, очень хорошая. Датский, кажется, епископ был там, тогда еще доктор Мартанцен. Они об этом писали. И вот как выглядит с большим умом люди, когда думают. В словарях там Ефрона и Брагаудина, тоже кое-что, Лопухина. Что мог, везде собирал, собирал. И все говорят, апостол Павел был корифей мысли. Неужто? Я стал дальше смотреть, ничего особенного не увидел в его письмах-то. Но проходит год, другой, третий. Я вижу, у меня все больше и больше непонятное делается. То есть за этими словами столько еще. И что он хотел сказать, думал ли он так, но похваляется. Тут уже не надо говорить нет, чтобы не подумали. Это уже толкователь говорит, что он выхваляется. Ну иначе, как бы они приняли-то его. Рекламы-то никакой ему не было. Вот кого-то посылают письмо. У меня было такое, знаете, я этого человека знаю. Он мне дает рекомендации, меня там принимают. Ну еще греха-то таит. Это приятно. Отныне мы приехали в Лиссабон, Португалия. Бог сделал так, что Португалия, самый человек нам не знакомый. На улице познакомились. Сел на машину, повез. Ну мы заплатили 20 евро. И заходим туда. Небольшой храм, храм настоящий. А там Пономарка, оттуда выходит. Только выходит. А вы кто будете? Видимо, у них какое-то подозрение возникло. Я сказал, я не понял, расслышал он, не расслышал. Он развернулся здоровый, крепкий. Оказался староста. А нам как раз и нужен один телефон его был. Он развернулся. Что он там сказал, тоже я не знаю. Но оттуда уже идет и несет чашечки за пивку. Я говорю, нам-то что за пивку? Это мы же не причастники-то. Из-за алтаря. Это прям в алтарь входит. Тут же спрос в рай выходит. Оказывается, передо мной там года два назад был отец Геннадий Фаст. Понимаете как? И он уже дал такое свидетельство, что они там все распахнули. Что? Я только зашел, а служба тут уже кончается. Он тут же объявляет. Вот люди такие, я там взял тарелку, кладите кто сколько может. И стоит тарелка. Пока мы стояли там, я не знаю, 250 что ли евро только. 250 евро, это уже деньги. Положили. Там еще потом давали. Вот это свидетельство отца Геннадия, это одобрительное письмо было для меня. И оно открыло двери. Там теперь книги берут, мы раскладываем. Там для Испании, для других мест. Даже они куда поедут, до Франции, где мы не успели. Мы очень спешили. И нашлись люди. Прямо видно, что расположено. Там всех сторон с одними сфотографируемся, с другими. Тоже на улице столы раскрыли. Не для нас. У них престольный праздник был. Но они, что мы желаем? Что с собой надо? Помидоры. Тут же мы деньги дали. Кто-то помщался. Помидоры там привезли, купили. Я не видел, как виноград. Вот такие одинаковые размеры. Примерно вот такие. На ветке не снимают. Чили называется. Чили. Ну, когда в начале Таиста, это бильярд. За все лето не испортится. Кожа толстая, крокодили. С нашими помидорами не сравнили. Лена, он когда с нами помидоры стоит? Там один сок. Вот. Небольшие где-то. Ну, я отвлекаюсь все время. Показать пошире. Вот что значит. Отец Геннадий похвалился нами. Это было одобрительное письмо. Но апостола Павла не всегда так было. Ну, другое дело, я в Грузии приехал. Там среди литургии меня сразу в алтарь. Тут же переодевают, как в Москве. Тут же в стихарь. Тут же выходи, народу говорит. Приятно. Дверь открыта. Такое представление. Там заходят, слушают. А когда не так. Когда сразу тут приехали эти сектанты, как он в этом было, в Томске. Преподаватель семинария, бурмистров. Ему не хоть какие свидетельства. Я показывал. Смотрите, вон благословение Максима. Он видит Максим. Патриарший епископ. Так это было в 2002 году. Вроде оно прокисло уже благословение. Да как оно? Понимаешь как? Вот. Это одобрительное письмо. Павел, видимо, видел, как другие приезжают с этими, с похвальными листами, ходатаями. У него ничего этого не было. Я просто приезжаю на новое место. Вот мы где ездили, это опыт. Более 400 городов, где нас никто не ждал. Никто. И мы заходим в совершенно новое, просто новая площадь. Вот мы заходим там, Слюдянка. Ну там служил отец Зенадий, убитый, который я тоже был. Священник, мы должны ему показать, кто мы. На все про все не больше 15 минут. Эх, был бы кто-то, а нас сказал бы слово, замолвил-то. А здесь Павел говорит, я прихожу, авторитета никакого нет. А примите, не примите, от вас это зависит. Вот у меня все это мелькает здесь на тот опыт. И мы тогда священнику стали говорить, он-то Павел показывает крещение, где у него большой баптистерий. А дальше разговорились, уже сели. Ну так же было здесь, в Кемеровской. Он здоровый такой священник, он сидит, и все это сфотографировано, задумался. В другом месте вышли фотографироваться, а священник вот такой вот, а слежу, прислужник вот такой вот. Там рецензии. А чего поп такой толстый? Того, что этого объяли, что угодно говорят. А они оба хорошие относятся, оба они дружные. Ну люди-то видят только внешне. Но мы пришли, и Бог сразу открыл двери. Он прямо священник как будто нас ждал. Вот у апостола Павла вот эта вот ситуация была, к кому он посылал когда. Я прохожу этим путем. А как бы ты хотел, чтобы была рекомендация? Павел как бы говорит, мы не такие. Я бы хотел, чтобы была рекомендация. Мы приехали в Турцию, и вообще никого нету. Одни турки. И Господь как располагает. Другое дело в Греции. Там нас ждут. Выехали на машине, встречают. Провели мы. Там народ уже собранный. Так можно жить. А вот когда никого нигде нету, как в Италии время, уже только расположились, нашли храм. Ездили, ездили, ездили. Ничего бы не было, как бы Николай Кручин. Наконец нашли. Святой Екатерины храм. Кое-кое как притулились, а вот прямо бока нам смяло где-то. Кто-то сообщил. Приезжает настоятель, нас оттуда вытворил в среди ночи. Но хорошо, что отдал человека, который повел впереди машину и показал, где можно постоять. Но там ни туалета, ничего нету. Ну у нас и то благодарность. А наутро в библиотеке так встречают эти римлянки нас. Фотографируются, смеются, и все заснято. То есть одно другим покрывается. Нигде не было так, чтобы среди ночи нас палатку все это сворачивали и пошел вон отсюда. И наши документы показывали. Ничего не помогло испытание. Да благословит его Господь. Мы послания не оставляли. Мы оставляем больше. Мы оставляем книги. А другие начинают прямо выпрашивать. А у меня только для библиотек. Ну оставьте для храма нам хоть половину экземпляров и проще. Бог это делает. Я вот это считаю, когда я как будто бы мое послание туда пришло. Понимаешь, надо жить так. Вот у нас некоторые, вы заметите, а то начинается, собрали, их уже нету, они уехали. Я не могу понять, почему они уезжают. Приходят на моление. На моление бывают. Но в субботе никогда. И даже в потеряевку приезжают, в субботу их нету. А постепенно человек отсыхает, отваливается, ничего нигде нету. Ревность. Если ревности нету, хождение наше ничего не дадут. Если огня нету. Люди не понимали Христа. Говорят, как жажду, пока конь сойдет. Как я там людь с вами. Вот апостол Павел в посланиях это все время подчеркивает. Нужно, чтобы мы ждали. Сегодня у нас занятие. Сегодня мы письмо Павлову. И опять одну часть ухватим. Маленькую хотя бы частичку. Первые христиане не понимали, как мы понимаем. Почему? Еще златоуста не было. Мы-то имеем. Что впереди себя? Наследие. Высказать нельзя. И надо Богу быть благодарным, что мы родились в 20 веке. Что мы относимся к православию. И такое оно скудное сегодня. И получится ли что-то. Везде криком кричат. Просто криком. Беда, беда везде. Ну, ты сам вчера мне рассказывал патриаршее выступление. А мне на меня. Ну, почему они о Боге говорят? А ты говори. Тебе что за ним смотреть? Выходи и говори. А они не будут слушать. А вот это ты зря сказал. Ты не знаешь этого. Иди и свидетельствуй. Радость, которую дал тебе Господь. Мы молились. Бог слышал. Бог ответил. Путешествующие возвратились. Аллилуйя. И ты должен ходить, работать. Где бы ты ни был, все время пои, пои благодарную песню. Господи, как хорошо нам, что я не в Каринфе родился, а в Варнауле. Мы от эфесян послание получили. Калвостинам. А они знать не знали про это. Вот ты найди то, что... Один от пенсионеров восхваляет. Знаете, года мои богатства. Представь себе. Серебро, бороды. Золото, зубов. Уже коронки одни стоят. Там валидолы разные. И природный газ в избытке. Это улыбнись, скажи. В самом деле старость богатая всем. Вот для того занятия и нужны. Потому что не каждый может рассказать, вот пример показать такой, чтобы было понятно, о чем здесь вообще апостол Павел пишет. Ну кого бы вот из нас бы это заботило? Вот, слава богу, есть люди, которых это озаботило. И теперь мы на этом примере можем увидеть все. И сейчас апостол Павел у нас как родной. И мы сейчас... Эх, вы коринфяне, коринфяне. Ну почему же он так о вас пишет? Ну почему нету только одних одобрительных слов? Эх, видать, коринфяне такие же, как мы. Даже еще лучше. Мы-то хуже. Они-то хоть довели апостола Павла, им кто-то написал, а нам-то даже довести не можем, потому что равнодушные. Никто не пишет, да? Нет, я не про нашу общую. Наша общая, наверное, интересная. Мы же уже не первый раз толкование проходим. Поэтому в очередной раз послушать Игната Тихоновича, его новые впечатления, о новом благовестии, о новых вот этих страницах жизни благовестнической. У него много было благовестия. Он нам рассказывал, как он ездил в какие-то города, где его еще и не знали. И хорошо, что даже не знали, потому что можно было примерять людей, выступить миротворцем. И до сих пор они так и не знают, баптист он отделенный или неотделенный. Но ему и не надо было этого. Ему нужно было показать милость от Господа, благословение Божие. И вот так вот и было показано. Объединились люди. Но это Бог такие дары дает. И мы здесь уже новое подчеркиваем. Хотелось бы быть такому, но тут главное дело не завидовать, а брать и, говорится, мотать на ус себе. И если потом возможно, трудиться в этом, так же потрудиться, если где-то придется. Вот как сестра рассказывала, нету ее, Людмила Степановна. Поехала она к сестре своей. И там сестра, которая не знала Бога, отрицала всегда. А сестра оказалась восприимчивой. Ну, там какие-то события произошли трагические. И она вот начала ей беседовать, рассказывать. И все. И получилось так, что не думала, где приобретет. А там через нее и другие родственники. Так что... Прочтем толкование на второй стих. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, пишет апостол Павел, толкователь, блаженный филарк. Что, говорит, сделали бы письма, в которых вы стали бы одобрять и прославлять нас? То самое исполняете вы своей жизнью по вере, которую все видят и слышат. И куда бы ни отправились мы, всюду носим вас с собой. Потому что вы написаны в наших сердцах, в нашем сердце. Сейчас бы сдал, после того, флешка есть. Действительно, вы положили с собой носим сердце. Пояснить хотел, как понимать. Вы, люди, которые добро получили, они вперед нас идут, а о нас уже рассказывают. У меня дед, он дружил с мусульманами. Казахи приезжали, то ли за хлебом, я не все запомнил, как. А он пчел еще держал. И на ночь, на колодку выставлял чашки с медом в сутки. Воры придут, чтобы их пчелы не покусали, чтобы готовый мед взяли. Это мой дед, моя материн отец, Егор Ларионович. Ну и казахи приезжали. Кто казахи-то? Ну кто они там? Да мусульмане, да их все не христи. Ну да. Как их называют-то еще? А он принимал их. Ну все, он в Ядске был. Ну все, ночевать им негде. Ему казалось ехать где-то там, в Казахстан. И он поехал через их аул. Он и знать не знал. Та письмо-то уже написано. Как они узнали, что он приехал. Как они загоргатали по улице, по аулу своем. А его стелеги стащили, и на руках, по аулу, и он на руках, несли, и всем говорили. Какой человек? Он говорит, я ничего не понимаю, ничего не пойму. Один лошадь ведет, а его на руках несут. Это надо видеть было. Вот у меня с мусульманами, может, оттуда и от деда сохранились такие хорошие отношения. Почему? Это письмо. Люди, которые были, которых считают нехристы, их напоить нельзя. Да, у него, он из киржаков, у него отдельные чистые чашки, все. Они-то знать про это не знали. Ну нельзя было. Нельзя, потому что они придерживались этого. Но они все у него распрягали, кормили, ехали дальше, возвращались, а у них как постоял и двор, говорит, был. И вот, когда рассказывали это, тогда я не понимал этого. А теперь понял, вот это вы, казахи, вы письмо наше читаемое. Они очень отзывчивы на добро, долго помнят, внукам передают. Это вот все есть. Вот и наше слово, когда мы будем его сеять. Меня вот все предупреждают в интернете, вас все равно не оставят живых. Все равно. Сегодня один киллер расправится. А ты что делаешь? Я сразу молюсь, Павел, 40 киллеров, ни один, ни два. И при том дали обид, не пить и не есть. Они, наверное, все перемерли, любить-то не смогли, пока не уничтожим. Какую клятву-то дали? Так откуда вы знаете? И как они везде все ходы перекрыли. И он знал это, и не стадал. У меня Бог охранит, ничего нет, ничего подобного. Ночью, иногда раз часа в три, полчетвертого, да на стене, да в корзинке, да где-нибудь на стене, где лес рядом, нырнул, ну а дальше Бог дай ноги. Это мы можем догадываться только. Да, боялся бы, это естественно, а кто не боится? Только дурак, говорит, не боится. Кто не боится, того живых уже нет. Вот чувство самосохранения, это я считал Покрышкин, трижний герой Советского Союза. Говорят, это неправда, говорит. Каждый вылет, это страх, это возможность никогда не вернуться. И это очень хорошо. Мы так и должны понимать. Вот когда мы это считаем, мы все должны это брать себе. Павел, Павел, сколько ты претерпел? Ему равных никого нету. А мне сейчас пишут, а такое пишут, а вы, как вот, Иеремия там Павел, вы один там, смешно даже слышать, я Иеремия Павел, в интернете сижу, там два письма в день написал. Но смело выступить, сказать, вот что требуется, смело. Вот сейчас газета пришла, это приходит Сенгаева, Татьяна Александровна, она где-то берет газету «Алтайская правда», и недавно опять полная страница про староверов, старобрядцы здесь. Ну, хорошая статья, когда они были, какой напев, на крюках, но дальше нету, слово «Христос» даже не поминается. Поп Никола Дубнов показывает Библию, которая напечатана, Острожская, одна Библия, он ее в карауле там стоит, ну, музейная. Люди собрались, они выступают, поют, ну, замечательно, все замечательно. Ну, все это музей, это просто, как резервация индейцев. И ничего нету, ни одного слова проповеди, они и не говорят, у них этого и нету. Да, действительно, так стоят все с бородами, все платки наполовину, там, без платков, вот они уже не удержали у себя. Но слова Божьего ни одного нету. Да такая аудитория, тут такой огонь бы дал, чтобы стеяло все. Кто как пришел ко Христу, хотя бы одно слово. Вот он мне брал интервью и записал. Игнать Тихонович сказал, говорит, 53 года назад встреча со Христом изменила мою жизнь. И дальше, и что делаем, делаем во имя Христа, русский дом печатает. Здесь хотя бы один раз где-то. И не потому, что сократили, а просто не было этого, у них это не принято. Стихотворение хорошее, но все это под стать поэтам таким, вот вершины, гор, то есть, ты прямо скажи, определенно, как Григорий Нарекати пишет, вот как у Натсона. Почему? Нет обличительного слова в своей среде. А ты, говорит, иди, Еремей, первое, что разрушай на первом месте, корчуйся, а потом насаждай. А этого нету. И видно, автор, который пишет, а старая бряца, прямо расположена. Ну видно, прямо он каждое слово ловит, но он не мог ничего взять. А вы могли бы им сказать? Никак, я уже говорил, я у них был. Почему вы о Христе не говорите? Потому что встречи не было. А вот мы сохранили, у нас поют, у нас не ноты, а крюки. Ну и правильно, ну и крюки, и крюки, человек отошел и забыл. А вот начинает говорить, которые люди, обратились и делают, как Павел, как шел, осиял свет, и как голос услышал, как преобразился, меня стали искать убить, вы мои дети. вот это нам пример. Меня сейчас закинули на форуме, как надо благовествовать. Это Юля, она берет там, и забрасывает, а я обрабатываю, материал смотрю. Все хорошо. И там священник, видно такой, видный, прямо импозантный, на выставку. И вот он как надо, надо столик обязательно вынести, чтобы Евангелие было, кто берет телефоны, и он разбивает людей на 4 группы, те, которые безразличны, бывают слабенькие, предначинательные, когда занятия, как приглашать. Я гляжу, это целая наука. Я ничего этого не знаю. А у вас какая программа нет, потому что у меня вообще программы никогда не было. А как? Очень просто, беру блаженную фигулах и считаю Евангелие. А результат? Результат не мой. Я никогда об этом не думал. Я могу сказать результат, который явно был, потому что те люди никуда не делись, это в тюрьме. В тюрьме. Потому что они здесь обратились, здесь покаялись, и здесь со мной на молитве. А здесь сколько их где? От книг везде обращаются, пишут, называют, наставник, наставник, учитель, учитель, как сами Иосомиры. Но мне-то не это надо. Мне тоже иногда, Крещенку, хочется увидеть результат того, что мы сеем-то. Я не вижу, люди обращаются. Сегодня сейчас только повезли книги никуда. Украина. Украина. Полные комплекты. Это не даром, они покупают. Да пока спишемся, пока что. Благословенная эта страна. Это сегодня. А у них свободы нет. Знаете, я не хочу просто в уши ваши забивать этим. Ну а какая еще свобода? Религиозная литература проходит. Я посылаю. Еще не было случая, когда сейчас непорядок на Украине, чтобы наши книги не дошли. Еще ни одного случая не было. Ну дорого, так мне от них это зависит. Это было и раньше. Дорогая пошлина там берут и проще там. Тысячи, может, четыре надо на это заплатить. Не ясно. Это ради Христа-то все. Ты непрерывно научись славить Бога. И у тебя новое там помочь. И у меня с Украины сколько вот эти по скайпу беседую, и мы так и пишем, в Украину это людей привлекают. И ни одного плохого человека не было. Особенно вот в это время. К русским ненависть, ну может быть, мне именно такие люди попадают. Я не знаю. А для чего они убивают этих молодых? Женщин убили. Экспертиза показала, изнасилованные все, руки связанные. Молодые женщины всех расстреляли. Кто, не знаю, известно. А для чего? Чтобы была злоба. А можно поступить? Нет. Рамзан Кадыров выступает на это, говорит, как? Значит, суду не предают, мы должны уничтожить их. Должны уничтожить. И он тоже правильно говорит, так как он научен. А вы знаете, я знаю. Не мстите, возлюбленные, отдайте мне отмещение, я вас дам. Они это делали для того, чтобы разжечь волну с той стороны. Тогда мы не простим. Кровь за кровь. Все. Война полыхает. А сейчас показывают, это все евреи делают, Днепропетровские евреи, евреи. Да при чем он не еврей? Что он со мной сделает, если я благодарю Бога за еврея? Каждый день молюсь за евреев. Дай мир Израилю, Украине. Я знаю рецепт точный. Любовь. И вот апостол Павел, когда это говорит, он все время это в уме держит, подсказывая им. Толкователь продолжает. И куда бы ни отправились мы, всюду носим вас с собой, потому что вы написаны в нашем сердце. И мы всем возвещаем о вашей добродетели. Всем возвещаем. Таким образом, поскольку вы для меня одобрительное письмо к другим, то я не нуждаюсь в других письмах от вас, чтобы сделаться известным, не знающим меня. Также, поскольку я имею вас в сердце, то не имею нужды в том, чтобы другие рекомендовали меня вам. Одобрительные письма нужны к незнакомым, а не к знакомым. Вы же так написаны в сердце моем, что не можете выйти из него. Здесь свидетельствуют не только о любви своей к ним, но и об их добродетельной жизни. То есть, что они в состоянии будут доказать всеми людьми достоинство своего учителя, ибо украшением для учителя служит добродетель учеников. У меня такая мысль возникла, что вот недаром мы так долго вот на этих посланиях к Коринфянам разбираем их, потому что здесь апостол Павел бьется за многих совсем немногими, потому что не обо всех он это говорит людях. Не все приняли лжи апостолов, не все апостола Павла как неродного принимали, и не могли свое сердце расширить. Но вот имеет народ вообще, людской люди, имеет такую привычку, называется стадность. Как стадо собирается, и вот тут начинается самое страшное. И были такие не так давно, во время перестройки, не перестройки, а вот когда 91-й год началось и в газете большими буквами публиковали памятки о том, как вести себя, если ты попал в толпу. Какие же там, какие же чувства, это заметка во мне всколыхнула, невероятные. Как стадо какое-то животных становятся люди. И идут к самому ненавистному, что вот не нравится Богу. Вот сплотиться вокруг зла, сплотиться вокруг тьмы, то затоптать кого-то, то там куда-то надо бежать, палки, камни потом идут. Если собралась толпа, от нее никак нельзя ждать хорошего. И вот все время сатана придумывает новое и новое. И вот этот Майдан состоялся. И как начали милицию там забрасывать бутылками с горючей смесью, это вообще новое. Никто себе тогда не позволял этим заниматься. Это только вот здесь уже возникло. И дальше больше. И уже люди просто собраться вместе не могут. Почему? Собираются только на зло. И здесь в общине, в общине христианской возник этот рассадник. И как апостол Павел аккуратно, как хирург, видели, как действуют хирурги, показывают иногда, так тонко все. Сколько там приборов надо всего. И вот это вот мы сейчас изучаем. Это очень тонкая наука. Как это выкорчевать? Мы вот с браками часто беседуем, говорим, ну вот, если, ну даст так, надост нам Бог дожить до того, что у нас не будет вот нашего лидера, вот Игнатия Тихоновича, этого мозгового центра нашего православного, и батюшки. Как все дело пойдет? И однозначно, вот у нас возникает мысль, что возникнет этот, возникнет, он прорастет этот вот уголок злобы в нашей прям общине. И для чего? Для того, чтобы изменить к худшему, не к лучшему. Откуда мы это видим? Мы видим это от того, как уходят те, кто у нас здесь был. Они уходят, некоторые с сожалением, что тут столько много оставили. Ну как? Ну они хотели бы, чтобы было по-ихнему. Не так, как здесь. Они пытаются с чем-то беседовать. Уходит Волков, недавно читаю дневник свой, я записывал, в дневнике все, как было. Стоят, здесь распространяют, и тут же раз клевету на Игнатия Тихоновича, слепляются там с этими морозовыми, все, лишь бы только доказать свое. И как все это идет? И вот только что те, которые вместе ходили в храм Божий, те, кто ели, скорее всего, с руки кормил кого, духовной пищей, кого думал он письмо, они есть для него, этот человек, они же его как обалкивают. От них там дети уже народились. Что дальше там будет, вы посмотрите на себя, люди. И как это все надо было выкорчевывать, как с этим нужно было трудиться и работать. О, как это сложно все. Но в то же время, апостол Павел показывает эту нежность, милосердие. Откуда он берет, подчеркивает? От Господа нашего. Господь, вися на кресте уже все, не ведает, что творят последние слова, только примирение, только примириться. Конечно, нам никак нельзя быть на стороне злобы. Себя нужно проверять, поэтому апостол Павел говорит, проверяйте себя, верили вы. Самих себя испытывайте. А как можно испытать? Ну, проверь себя на благовестии. Тебе говорят, благовестие, оно как лакмусовая бумажка. Оно, это пример, это назидание в том, что верующий ты или нет. Выйди с братьями там. Нет. Ну, нет, значит, дальше проверяй еще как-то себя. Испытания проходи дальше. Ну, там, я не говорю уже, что поститься там и остальное там, не грешить, это не о нас даже речь. Я имею в виду такое, что действительно покажет тебя в этой общине. Ты к кому относишься? Ты письмо, которое написано Господом, или ты какой-то черная клякса. И вот Игнать Игнатьевич говорит, ну, почему, куда они уехали? А я об этом сейчас и говорю. Куда уехали? Чем занимаетесь? Вот брат спрашивает, едем он, спрашивает, ну, вот куда ты поедешь? Вот сейчас, ты сейчас опять куда-то уедешь. Ну, скажи, куда ты поедешь? Молчит. Куда поедешь? Спать, что ли, поедешь? И даже не выспросить никуда. Ну, куда можно уехать от таких занятий? Сидит уже Игнатий Тихонович здесь сидит, уже трудится для вас. Ему бы уж давно лежмя лежать в возрасте его. Нет, трудится. Сестры приходят, трудятся уже в возрасте тоже. Братья, все время записывается это, чтобы это помочь тебе, чтобы тебе... Тут сколько сестры вкусной еды приносят, песнопения какие. Ну, что еще для души-то нужно? Поддерживают тебя. Нет, куда-то выезжают. Куда-то нужно стремиться всем уйти. И все это на какой-то своей гордости, какой-то своей самости. Показать какой-то свой пример, которым никто не последует. А если последует, то только до распутия потом разбегутся опять. И Господь говорит Павлу, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но некогда обратившись ты. И апостол Петр пошел и стал камнем, монолитом для многих верующих людей. Здесь же совсем наоборот. Ты в монолите уже, уже в хлебе испеченный. И как-то вот ты выползаешь оттуда и выпадаешь, как гниль какая-то. Не об этом же сказано здесь. А почему? Все по тому же. Господь об этом сказал. Слуги, говорит, какие были? Пили, напивались, других били, угнетали. И тут дурак Господь пришел и застал их в этом. Это вы что тут вытворяете? Я вас оставил на доброе, а вы это ничего себе. Так еще как оставил? То есть понятно, что присмотр может быть и был. Ну как бы, я знаю, это мужи уже исправные, они сами знают, что делать. Они-то себя поправят. Господь как бы оставлял-то их на такое, как вы будете старшими. Ты старший брат, а старший брат, а что я всегда с тобой был, а ты вот как поступаешь. И начал укорять этого бедного, несчастного брата, который покаялся и пришел к Господу. И у нас вот это все происходит, внутри нашей общины происходит. Вот те, кто уходят, уходят и уходят от нас. Как Игнатий говорит, отгнивают постепенно, и ропот идет. И вот апостол Павел пытается, и эта попытка, мы видим, увенчается когда-то успехом. Ну, сейчас мы... А, кстати, вы в Греции не были в Калимфии? Нет. Не доехали? Интересно, мы вообще Салонику, когда проезжали, там горы все, я так представлял, парал идет, и там видно по холму. Ну, тут легко понять. Да, да, да. Салоники, Салоники. А когда пришли, там оберщенность. Я не знаю, нигде, кажется, такого не было. Спрашиваем, где? Ни храм никто не показывает, бегут, ни кто, человек 15 спросили. И когда мы были уже в Афинах, ну, посланникам, к вам афиняне, Павел говорит о Мариападе-то. Ну, и они все-таки меня спросили, греки, а какое ваше мнение о вере в Греции? Ух ты! Я говорю, ну, что я могу сказать один день-то? Ну, мы вообще Салоники были. И вот посмотрели они. Они, главное, я не ожидал, они согласились, да, такое вот охлаждение. Никто, даже гляжу, православный священник ее спрашивает, мы тоже бежали, то и как будто нет. Неужели он по-русски не знал? Надо, конечно, это было увидеть. Но вот опять все упирается в страх Божий и любовь. Вот эти два слова я на днях объяснял, отец на ум зашел, подготовил, а с вечера мне закинул вопросы и сейчас поступают известно. Ну, ты слышала? Хороший, очень сильный получился ролик о страхе Божьем, как раз неделя суда Божия, страшный суд. И вот я объяснял, что это, как он будет идти, этот суд. То есть как? Ну, по святым отцам, не по мне. Вот. А есть люди, которые, сразу же начали благодарить, а другие замерли, а другие, которые прям подкусывают и подкусывают все время, даже священники-то. А тут все, замолкнут, ничего нет. Я Вовке говорю, Вова, смотри, второй день никто не нападает на меня. Только проговорили, полез, опять они тут же. Только проговорил. Вот. Ну, что на пользу, чтобы для того, говорят, и щука. Павел старался. А всегда ли у него получалось? Нет, не всегда. И далеко не всегда. А когда прорастет, мы не знаем. Надо терпеливо сеять. Спокойно разъяснять. Вот представьте, пришли в районный центр. Там, прямо на окраине села, пошли. Кто, непонятно. Ну, судя по всему, похоже, баптисты. Они установили столик, палатку, отдельно там. Ну, и люди приходят и покупают. И кто-то сказал, ну, какая реакция? Тут храм есть. А они, баптисты, стоят и снимают все это дело. И показывают, идет крестный ход и прямо к ним. Ведра воды несут, осветили воды. Во главе священник и не один. И как они подходят к ним, ни слова не говорят. на них водой опрокидывают все, книги рвут. А это все снимается сейчас на весь мир. Да где вы видели так обращаться-то? Если вы каноны читали, Карпагенский собор, это каноны, каноны, они в руках у каждого священника. 77 правило, как сиритиками, обращайтесь кротко, дабы этим привлечь их. Какая кротость? Они собирают книжки, обтирают их. А я книжки-то некоторые читал. Хорошие, хорошие книжки. Там не против троицы, не против их, ничего. Просто хорошее, как люди обратились. Подряд все переломали, они теперь женщины там собирают, ползают и прочее. И это все выстрелит на весь мир. А ваше мнение какое? Да какое? Молчание гробовое. Я ничего не могу сказать. Это, во-первых, вопреки даже конституции. Нельзя так. А подбивает их надо. Священник прямо говорит. Хватайте палки, бейте. И выступает кто? Смирнов Дмитрий? Представь себе. И ничего нет. Чтобы земля горела у них под ногами. Дальше его спрашивают. А вот это как? Ну что Эстония? Представь. Об Эстонии. Это другое государство. И он говорит. В Москве 2 миллиона машин. Сам такой сидит. Вот такое место занимает. И все это почти сами. Да 2 миллиона машин. Москвичи бы поехали. Каждый по одной палке взял. Вроде бы Эстонию опрокинули. И считают, что бешеное совершенно. Ума лишились. Да вы что говорите? Да люди-то смотрят на нас. Мы письмо читаемое. Эстонцы считают. Да как они к нам отдастся? Вот и хорошо, что мы отошли от них. Все разграбили у нас. Да понятно. И это сегодня. Сегодня ролик стоит. Это человек правая рука патриарха Кирилла. И все говорят. Да это же нарушение такое от Конституции. Почему его не привлекают к ответственности? Попробуй заикнись я. В этот день сметут. Вот здесь какое-то совещание было. Русско-немецкий дом. Я не знаю. Тут прям за администрацией какая-то улица. Вот. И в это время там президиум. Краевая администрация. Ну и говорят, чтобы не было поношения экстремист. И в это время встает один мусульманин и говорит. А у нас тут есть. Нападает на мусульман. Это экстремизм. Как поднялся начальник. Это кто такой? А я в первом ряду и сижу. А он вот и сидит на меня. И меня сразу скрывают администрации. Позвонили на технику. Что там? Это разговор был. Я говорю, не знаю. А о чем они говорили-то? Я был там где-то. Теперь я жду ответ. Ничего нет. Ничего нет. Ничего нету. Ни одного слова. Больше нигде не позвонили. Ну надо перетерпеть это. Не было и не было. А если бы было? Я был как раз. А если бы было, значит, ты знаешь, что они сделали во Франции? Сдумали рисовать карикатуру на Мухаммада, на Магомета. Их предупредили. Никак. Ну, а редакция охраняется. Двое полицейских стоят с оружием. Пришли, нашли добровольцев, студенты. Сразу расстреляли полицейских. И там 12 человек расстреляли. Зашли. Все. Редакции нету. Я ни одного ответа... Ну, конечно, государство правится. Откликнется. Но от верующих ни разу не просчитал. Только все говорят, зачем они это делали. Ну, я нарисую, давай, карикатуру там. На пути нарисует его. Что это даст? Да ничего. Во-первых, ничего не изменится. Кроме того, я нажил врага. Во-вторых, мы показали лицо не тех, которые молятся, смиренно ведут себя. Но они же знали, с кем связываются. С детскими. Если вы свидетельствовали мусульманам. Вот мне из Италии пишут. Вот это вот крестится, это мусульманка. Трое ребятишек. И они все принимают крещение. Кажется, в полное погружение. И все. Там вот свидетельствовали. И приятно видеть фотографию. Они уже в церкви, причащаются. Она мусульманка. Дам пример, дан. Любовь и в страхе Божьем. А ну как это последний день. И больше я никогда не вернусь. Я так представляю. Вот у меня Володя заболел. Как без рук. Я привык, сижу дома. Я печку там топлю, а он здесь. Ну, говорит, он приносит. А сегодня я уже с углем ковыряю. За водой побежал. У меня время уже меньше остается. Так а за билон. Ты еще не выздоровел? Еще второй день только. Опять день, полдня прошло. И опять в подарок тут надавали. Я отнесу их опять. Так как ты тут? Понятно как? Так это уж человек. Как ты? Такой же сделался. Друг это второй я. Что такое, Друг? Это, Володя, такое есть. Это к слову уж прилепил. Везде и всюду. Помни, последний день и вовек не согрешишь. Это не прилеплено. Это прям сюда относится. Да. Как раз это мы и рассматривали. Нужно быть действительно друзьями, единомышленными, единодушными, чтобы общение было у нас, жертва. И кровь Иисуса Христа. Вот написано, тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А то что? Какую-то часть выполнили моление. Моление. А где жертва общения твоя? Где ты общаешься? А я не хочу. Тому это не нравится, этому то не нравится. Почему? Вот я этот вопрос задаю. Люди-то хорошие. И вот на собрании нету. Много знаний. Маленько. Раньше были, а сейчас некая выходит потихоньку. Гляжу, выхожу, машину уже нету. А кто-то остается. Я спрашиваю, а почему уехали? Какая-то тайна. Ну какая тайна? Когда не обратишься, этот человек всегда поможет. Ну просто нужны. Ну вот к этому нет ревности. Это мне... Ну я же, наверное, больше за душе. Да и понимают они это. И какая-то тайна. Надях тайна один. В ипотеку залезли. Проценты идут уже, наверное, лет, может быть, 5-6. Уже вторая цена такая наплыла. А они по 30 почти процентов дают. О-о-о. Такие деньги. Так а что же вы не поможете? А как я помогу? Он мне и не говорил. Этот человек никогда не советуется. Как я могу помогать-то? Ну, во-первых, воскресенье работает. Работает. Работать можно говориться, кому мы говорили. Работает все время. И не воскресенье вообще нету. Нету. И в храм садить некогда. Еще из этого... Кем работал? Ну, была работа, я понимаю, там то продавцом. Продавцом. Там техника разная. И у него такие долги. Мне в другой области звонят. А что же вы не поможете? Ну, в первую очередь у меня пенсия. А у него какие? Только накладные расходы больше 100 тысяч. А у меня 5608 рублей. С чем я помогу-то? Он даже не посоветовался. Наконец, приходит жена его. Я говорю, а что же вы не говорили? Я замуж вышла и не знала, что он в долгах. Да перед замужеством друг другу болезни обязаны рассказать. А не то, что ты... Должник делается рабом взаимодавца. Рабом. Ты что делаешь-то? А мы, когда устав потерявки составляли, написали, нигде ничего не брать под... С одной лопатой останься. Пусть у тебя один поросенок, или там ягненок будет, завтра будут у тебя 2-3, и так постепенно у тебя будет. Не лезьте в долги. Хватанули, а теперь мы потерявки прожили, никто не должен. Никто. Нашим должны. Вот это, понимаешь, помочь надо. Помогай, я тебе не запрещаю. Помогай. А как помогать-то, когда, во-первых, я не знаю стоимость, только знаешь, что шестизначные цифры. И это навершено уже... А кто дает-то? Все, что это дают, это все люди одной национальности. Которым своего в рост не отдавая, чужому отдавая. Еще непонятно, что это иудейский клан работает. И банки их все, арахфеллеры. Такие главное, сейчас они приставов сделали, которые выбивают это все. Вот в чем дело. Ну, если бы... Ну да, платили, платили. Молодежь сколько? Десять лет. А теперь не платят. А им деньги надо? И проценты идут. А как? Квартиру, которую платили, теперь ее изымают. Десять лет на них работали. Взяли, хватили. А теперь там потоп на востоке-то. Работы нету. Дома нету, а проценты идут. Ну и обратились к кому? К Медведеву. Медведев говорит, закон я не могу, вы если сумеете. А одним банкир приостановил двигаться, чтобы не наращивались хотя бы деньги-то. Ну зачем же ты лез? Ты варианты прорешай. Без совета дело расстроится. Без совета дело не состоится. Нас Соломон предупредил. Я не знаю, я знаю только одно, что если я брал сто, а отдавать придется больше, это мне в ущерб будет. А он на этом жирует, живет. И они везде рекламируют и рекламируют. Бегите, в пять минут оформим их. Ты рабом будешь. Обойди с тем, что есть. Что непонятно? Я такой же человек. Почему я в долг ни разу не брал в жизни? У меня только одна лишь стипендия. Стипендия 26 рублей. В техникум учился. 6 рублей за квартиру. На 20 прожили в то время было. Кирпич хлеба 16 копеек. Но ни разу в долги не полез. А как? Денег не хватает. Пошел работать. Где найду? На вокзале чемоданы носил кому? Снег с крыши скидать. Дрова пилить. Что угодно делал. Я знаю, что если я возьму в долг, то со следующей уже, когда мне дадут, мне надо будет отдавать. У меня уже опять меньше останется. А когда я как-то пропилил до этого, и вот она стипендия, она у меня целиком в руках. И больше мне не надо. Тут ума-то немного не надо. По одежке растягивая ножки. Нельзя так. А вот он затеял среди зимы. Дай. Деревня Потеряевка, главное. Возит молоко. Все, идут в магазин наши, покупают молоко. А почему? Я бы кипяченого захотел. Прихоть ищет своенравный. Да потеряю какое-то молоко, его хоть кому дай? Японскому императору возьмут. Чистейшее, с молитвой. Берут в баночки, принесли. На счет ей не понравилось. Поставили кошкам, ни кошки, ни собаки не едят. Да она умная, животная кошка-то. А Игорь привозит каждую неделю. Глушков Игорь. Да мало ли кто привозит. Чистейшее молоко. Я начинаю выговаривать. Ну я захотела. Да мало ли что ты захотела. Почему-то слово хотение у тебя есть. Я ни разу не захотел. Мы же рядом живем. Никогда не... Даже мысли нету, нету и нету. Ну и на этом конец. Народ-то у нас какой. Вот Игорь приедет. Не беру. Вот прям сует и сует бери. Ну, рассчитайся все равно. Вижу прямо любовь из них. У вас и так еще нет. Нет, начнет это. Последнее отдаст. Народ-то какой. И ничего этого не ценят. Вы подумайте, когда Игоря не будет потерять, у тебя рабаша. Это человек, который кормит сотни людей. Представь, у него урожай, скотина, молоко. Больше половины стадов его. Он работает день и ночь. Да там все они такие. И ты бери свое. Во-первых, это поддерживает его производство. Во-вторых, это чистое. Это как бы между делом. Но надо помнить. Написал Павел. Его послание. Я считаю без опаски. А под его именем писали какие? Как бы Павлова. Они глотали это. Григорьевич говорит об этом. Богослов. Дионисий Александрийский. Иероним Стридонский. Состояние народа было такое, что православные, говорят, такие православные. Православных считали эритиками. А эритиков считали православными. Вот какое время было. Но сегодня такое же. Ну разберись, где твоя вера, где твоя родина. А как ты знаешь? Да вот, читай, чтобы я сходил. Один к одному. А что не так? И это Бог откроет. Да. Третий стих. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живаго. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вопрос сразу задает. Игорь, ты чего ты прочитал слово Живаго? А тут так написано. Сломало, что написано. Это славянское. Живого. Ну, да. Ну, живого, да. Ну, просто написано Живаго. Я не мог другое это прочитать. Это же Библия. Живого. Ну, это старославянский. Да, оставили просто. Нет, ничего тут нет. Это слово Живого. Это Живаго фамилия доктор Живаго? По духам Бога Живого. Во. Ну, а Живаго, это доктор Живаго. Ну, так у меня корректор, она пропустила, не заметила. Да я не велел, она сделала правильно. Да нет, оно прямо здесь Живаго идет. Тут, о чем тут вечно. Это его не перевели, это старославянские слова остались. Ну, да, оно осталось просто здесь. Патри Пытья. Я думаю, что никто-то против не имеет, все понимают, что это так. Ну, да, я к тому, такие уж как ты, на такие-то русского языка. Нет, я-то читаю слово Божие, это слово Божие. Я всегда переправляю. Нет, а я никогда в слово Божие. Я говорю, что такое имя? Ну, и читай так. Это те места, которые, они прямо звучат по-русски. Нет, ну, слово Божие я никогда не меняю, поэтому простите. Да это слово Божие оно и есть, но язык, скажи, язык переводчиков. Ну, язык переводчика оставили, да, Живаго. Видать, что-то как-то так... Это изменилось в то времени Пушкина у нас. Сильно не разнилось тогда, а теперь Живого, да. А стектанты очень любят. Бог у нас Живой, Бог Живой всегда. А вы Живому Богу поклоняетесь, а вы Живого в Бога верите? Хороший вопрос. Всегда говорят. Живаго. Ты понимаешь, почему они так говорят? А мы, да, Живаго. Своими словами и получают ответ. Вот в чем дело-то. Я вот с православными, когда беседую, я спрашиваю, вы Бога Живого знаете? А как это? Живая молитва. Живой ответ. Вот о чем только молились, стали молиться. Мы стоим на молитве, и в это время звонят. Ну ладно, я оторусь. Мы просим, а давай скорее благодарить. Уже получили. Мы до половины молитвы только до считали, уже звонят, получили. Молитва даже целиком не вышла. Вот она, Надя, знает, узнает, нет. У нас дня не было, мы раз в 7-й день не молились. Как я? Она сегодня пришла, знать не знает, она сразу говорит, а я чувствовала, чувствовала. Понимаете? Если кто не молился, для нее слова ничего не значат. А я сижу и опять благодарю, Господи, как ты близок. Как ей там непросто было. Какие могли возникнуть коллизии разные. Умудри, чтобы все было и расстались с хорошими. Мы не просто по долгу, по любви. Продолжим. Задает вопрос сразу блаженный Феофилакт. Каким же образом, показали, тем, что закон Христов и его заповеди, подобно письменам, пребывают и сохраняются в вас. Феофилакт, воспользовавшись случаем сравнить закон с Евангелием, делает здесь такое сравнение. Закон это Ветхий Завет получается. Да, Моисей. Делает такое сравнение. Как Моисей был служителем закона, так и мы служители нашей веры в Евангелие. И как Он вырезал на каменных скрижалях, так и мы на ваших сердцах. И здесь подчеркиваем мы веры Евангелия. И крупными буквами выделяем. Веры в Евангелие должно быть. Закон написан был чернилами, а Евангелие написано в вас Духом Божьим. Итак, насколько Дух отличается от чернил и сердца от камня, настолько отличается Новый Завет от Закона. Поскольку у ожесточенных людей каменные сердца, то сердца верующих назвал плотяными, потому что они восприимчивы к слову. Благодать Божия. Ну, видим мы, что не так были восприимчивы. Ветхозаветные древние, потому что Господь пришел, и ему пришлось говорить, а слышали, что сказано древним? А я говорю вам. И толкование говорит, он их древними называет. Почему? Потому что закон дам очень давно, тем людям еще очень давно, и поэтому называют древним этих людей, древними. А теперь новое. И вот как раз это новое мы слышим, как оно преображает все. Если там было какое-то, ну, не убей, но говорили еще, что там можно там казни даже людей совершать, или убийство за то, или за другое, не повиновение закону, то здесь уже Господь говорит, не убей, даже не возненавидь брата в сердце, а дальше, а кого ты относишь к ближним? Да ближний тот, кто рядом, он тоже немощен, как вот этот, разбойниками побитый. Такие слова, говорит, странные. А как же теперь быть вот с теми, кто, вот Кальвина возьмем, или те, кто за лютором шли. Убивали, тоже казнили людей. Написано, как это было в Женеве. Специальные отряды маленьких детей были сделаны, полиция нравов маленьких. И они докладывают старшим, старшей Кальвину там, и решение все. Если там увидели, что в шахматы играют, столько-то там плетьми, а если при любодеянии увидели, убить, сожечь на костре и того, и другого, и при любодейку. И дошли опять до законов. А где же новое, то, что Христос оставил? Где это плотяное сердце? Одни камни опять забринчали. А у нас что лучше, что ли, в православии? Только чуть какой-то заварушка и начинают то Сталина отпевать, то войну благословлять бронетранспортеры, поезда эти броневые, то орудия, все освещают стволы, чтобы они крепче были. До чего дошли? Вот смотрите, и носит в сердце, и говорит в сердце, но я Христос. Вот был человек, который все время говорил, я ношу в сердце Христа. Его так и прозвали, Богоносец, и знаете, Богоносец. Его когда львам бросили, это прямо в житие написано, но у него что-то-то осталось, и христиане умерли сердце. И все сердце на изображение, то ли Христа у него, или креста, или Иисус Христос. Или Иисус Христос написано. Золотыми руками. Но это никак нельзя сделать, никак. Он все время говорил, ну я написал стихотворение, Бог в моем сердце живет. Богоносец. Богоносец. Этого не видели ни у Иоанна Златоуста, ни у кого. А именно, вот это ему дано. Это антиохийский епископ был, второй что ли был в антиохии. Подобно Иоанн Златоуст еще пишет в толковании на Иова, многострадального, что когда он скреб себя, и соскреб последнее дело, и он, сатана увидел сердце его, тоже. И сердце, это так на него подействовало. Это образно. Да образ. Ну вот буквально. Что закрылся, говорит, и убежал он. Ну а здесь буквально, да, здесь про буквально говорят. Это один из солдат, когда операцию делали, наполеоновская армия, это рано около сердца. Он говорит, если сердце у меня увидите, то на нем увидите образ моего императора. Вот так. Императора, они считали его, как Бога. Я услышал такой интересный рассказ, уже по радио передавали, когда Наполеон на остров Святой Елены был в Сосне, и с ним был только один генерал, добровольно пошел в ссылку. Ну вот как Боткин с Авем Николаем. Ну и когда они там прогуливались, гуляли, и тот говорит, ну вот вы испытали, сколько в жизни, поклонения толпы, государства, и Христос, какая разница? А он говорит, послушай внимательно. Христос на 1800 лет раньше меня был, и у него целая армия во всем мире, а сейчас со мной только ты один. И если ты не поняла разницу, что мной и Христом, то я жалею, что тебя генералом взял. И весь ответ. Вот так. Никого нигде нету. Все. Ссылку. Вчера жена была только в малом взгляду, но сегодня сидит за решеткой. Да. Все скоротечно и временно. У меня сейчас хорошие письма перекинули, мне Тихона Задонского. И он пишет о том, насколько все временно, перечисляет все-все. Это я говорю, он говорит об этом. И вот это ты на это полагался, а его нету. На человека надеялся. Вот у меня очень хорошие отношения были с мэром города Барнаула, Бавариным. И вдруг авария. Я в слезах был. Слезах все оборвалось. В слезах был. Я пошел к прокурору края, по расходу был. И мы долго сидели и горевали с ним. Какое он право имел вот это делать? Я ездил на место аварии, говорят, там подстроили. Нет, говорит. Это просто дорога скользкая была и прочее. На нем столько висело, как он мог так рисковать. И все, и можешь и не надеяться. Как будто никогда не было. Я грешный человек, молюсь за него. Он верующий был. Это мне все подтвердили. Кто он такой? Мэр. Никогда не забуду, как мы ехали с ним на машине первый раз. А он на переднем сиденье, а я на заднем. Он вот так вот вывернулся на меня. А тут ехал и все равно это вы в моем городе живете, в моем городе. А я и не знал. Ваше имя в аналоге будет записано здесь. Вот это вот от него бумага, которая ездит. Это Господь так сделал? На все свои выступления мне приглашение от него было. Ну, а потом уже он, видимо, спрашивал через других, ваше мнение интересует Владимира Николаевича. Как он выступал? как? Видно, что владеет аудиторией. Он знает, где сказать, в каком порядке. Я сидел и все замечал. Вот так знать бы Бога. Когда сказать, кому сказать. Мне звонят с этого, где вы были там, какое там, Сарута или какой там, Остина. Какая деревня-то? Где были? Ну, были, отца Орена. Сидоровка. 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 Роман. Видимо, с него звонили. Приезжайте еще. Я говорю, вы сюда приезжайте. Это, наверное, это звонило. Обращались? Активнее. Мы уже звонили несколько раз. Наши братья были там, в благовестном по разрешению, по благословению патриархии. поедем другую. Да, да. Вот видите, какой след хороший оставили. И люди вспоминают. Батюшка сказал. Желают продолжить знакомься с вами. Слава тебе, Господи. Давай. Ну, это с удовольствием. В сердцах. И все про сердце идет разговор. Всегда сердце, какое должно быть у нас сердце, чувствительно это. А у нас сердце только на одно чувствительно. Когда или обидели кого, начинает обижаться, или какую-нибудь зависть затаить. И такая зависть, она приводит только к ропоту потом. Не завидовать надо. Ну да, человеку дано одно. Конечно, если ты сейчас будешь все это к сердцу прилагать, все эти сорок томов, все сорок томов, приложи-ка. Получится, что ты как будто ничего... О чем речь ведете? Разговорите, что надо вам? У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Ну, должны быть те же чувствования. Вы что перебиваете, то я не могу понять. Так, я хотел спросить, вы все слышали, поет Светлана Копылова про больницу, как двое лежали? Один все время рассказывал, что он в окно видит, а другой там лежал в околахе. Дверную краску только видел-то. А тот-то казался слепорит. Заяц сжирала его полностью он. И когда нужно было нажать только кнопку, а тот не мог дотянуться, он к утру помер, и она тогда перетащила его сюда, попросила. И когда он думает, я увижу сейчас этот пирс, где бабушка с внучками гуляет, облака, и глянула, там стена. И он когда спрашивает, а как же он говорил, да он говорит, с детства слепой был, он тебя утешить хотел. Хоть и не правда, но трогательное песнопение. Он утешал тебя. там стена во-первых сплошная, а во-вторых он слепой с детства был, а так он написал красочно. Да, есть такое описание. Я даже мне почему-то кажется, что она сама написала, она талантливая такая. Я могу так сказать, вот я допустим никогда себя не почитал где-то в стороне стоящих. Вот эти все книги, они расширились и вошли в мое сердце. И все. Я растворился в этих книгах, они во мне растворились. спокойнее нужно относиться к таким трудам. Это же духовное, божественное. Человеку мирскому это не понятие. Я говорю, в Демидовскую понесли, это там не библиотека, а в Демидовской есть коллекция книг каждый год. И они сказали, у нас, говорит, нету даже такой полки, куда поставить эти книги. Возьмите обратно. Эх вы люди, люди, до чего же вы двуличные-то? Но нету полка, сделайте. Там была у них как Демидовский фонд, я даже знаю, кто там был председателем. Ну и они везде сравнивают, и лучшие выдвигают. Отнесли, а у нас такой номинации даже нету, по-религиозному. Вы к какой относитесь на религиозную? Каждая книга 3000 ссылок на Библию. Они поддержали, у нас даже, ну нету, ну философские есть, там другие есть. То есть они не поняли Библию, как мирские люди не понимают ее, так и не поняли. Это еще раз подтверждает просто духоносность этих книг, вот этих, даже не могу сказать книг, это по-моему Библия развернутая, шире некуда уже. Библию взяли и развернули, каждое словечко, каждую запятую, все на своем месте стоит. И поэтому эти споры, которые возникают, особенно среди старообрядцев, перевод сеноидальный неправильный, в псалтыре много ошибок, и причем показывают эти ошибки, что там написано, перевод там допустим, тут о царях написано, а там о волках надо писать. Я говорю, так что тут такого не перевели? О, это много сакрального смысла теряется, если не, это вот волки, а там цари, потому что это вот они там наверное имели ввиду там какого-то царя, и до такой степени накручивают они, вы не представляете себе, до чего люди доходят. Я говорю, да вы в простоте там примите Христа, и все на место у вас станет. Но Евангелие хоть переведите, старообрядцы. Нет, это нам и так понятно все. А у меня интересно, старообрядец ко мне на домой пришел, вот сюда вот, и говорит, вы знаете, сколько там неправильно переведенное, сколько, ну он сказал, сколько, 250 он сказал. и все подчеркнуто. Я из кармана достаю, вот это наконец-то хоть одного встретил. Он открыл, посидел, нет, это не так. И следующий, до конца дористал псалтырь, закрыл, и все, да качо не говоришь-то. Да тут как будто бы так. Да ты же сегодня только знал, что не так. Ни два, ни три, а 250. Ну хоть одно покажи, я тебе покажу, тогда посмотрим в оригинал. Так и ничего не показал. Мы работали по ремонту зданий, как раз ремонтировать, надо было библиотеку, поднимать ее и два лишних венца делать-то. Их, она узнала, я сразу стал говорить о вере, но это было где-то, ну 64-й год. И она такая, ревностная, видно, библиотека же, а вот написано, вот и она такая, противоречие в Библии. Я говорю, да он легкосиль-то, он неверующий был-то, что он так знает. Я говорю, а вы могли бы показать, свободно. Ну ладно, она пошла, библиотека. Искала, искала, приходит, говорит, книги этой нету. Она еще что-то назвала, вот Эмильяна там. Ну ладно, давай этого Эмильяна, как говорится, комиссар дьявола, Губельман, его фамилия настоящая. Искала, искала, опять ничего нету. Это Бог так делает. И так я ушел, и не узнал ни одного противоречия. Ну вот они противоречия, говорят, что там говорится, что воскреснет, а здесь воздвигнется написано. Вот видите, как они неправильно перевели, это воскресенье, это такой же сакральный там смысл. Я говорю, так это же написано в псалме, поэтому слово воскресенье сюда еще не подходящее, это же ветхие законы и так далее. Поэтому они правильно сделали, тогда еще воскресенье. Но мы считаем, да воскреснет Бог, а растощатся враги. Как Бог воскреснет? Он и не умирал. Это мне говорят. Я говорю, смысл воскресный имеет только один, восстанет. То есть его как бы не было, а воскреснуть, это восстать. Воскресло зерно, а его не было, оно расток дало, и здесь точно так же. Его не было. Считали, что нету. Да воскреснет Бог, то есть его не было здесь, а теперь он восстал на мою защиту. Да воскреснет Бог, растощатся враги и враги. И вот спорят вот из-за этого одного слова. Я говорю, ну ладно, переведите все. Даже без этого одного слова, там спорные места оставьте. Ну или прочитайте, скажите, этот перевод хороший. Нет, все, уперлись. У нас вот Белокринецкая. Ой, это, как она? Белокринецкая? Нет, нет, это, Библия. Налозыпковск. Нет, что вы меня сбиваете? Белокринецкая? Белокринецкая. Нет, А, Астрожская. Библия, это Астрожская. Нет, у нас вот все это столб и истина. Все, Астрожская Библия. Только по ней. А потом договорились, договорился там один старобрядец уже, и говорит, а ты читал Житие Вакуума, написанное им собственноручно и на том, прямо, языке, на речи, как он читал. Я говорю, ну я читал Житие Вакуума. Все мне понятно там. Ну, чтобы, прям, как он, прям писал рукой, говорю, где вы там его нашли? А вот оно сохранилось. Чего только не придумывают люди, чтобы, чтобы вот эта гордость их была не попрана. Гордый варяг. Да, Любовь Николаевич. Прошу, простите. Есть там слово еще интересное. Исповемся, исповемся. И вот так любят это... Исповемся. Исповемся. Так любят это слово. Я говорю, а вы понимаете, что это значит? Ну, это слово же, ведь такое оно слово, ну, такое оно, ну, благодать в нем. Какая благодать? Славьте, славьте, славьте. О, так это правда, что ли, так? О, а мы не понимали. Вот и все, говорю. Значит, лучше читать. Переводное, то, что вы уже знаете на вашем знакомом языке. Да нет, это же все-таки наше, с древнего. Я так люблю то, что вот это вот старое, старое. Ну, что такое, ну, когда родишься от Христа и будешь любить то, что новое. Исповемся, это исповедуй, исповедуй, то есть прославляй Господь. славьте, славьте. Солью земли, будьте огнем, который светит. Это есть исповедание. А не исповемся, это значит, как умиление, как Игнатий, значит, спрашивает. Ну, скажи, умиление как? Ну, это, это. Вот, умилилась она. Я не могу, говорит, сказать, но вот. И как обделены эти люди, как им тяжело, как они потом страдают, они же у Господа не знают, им тяжело. Они на силу даже не надеют силу. Да, написано, не чисоже. А раз не чисоже, значит, я ничего и не значу. Как же ты, миленькая, не значишь. Да ты значишь. Господь живой, Он дает только, ты же читаешь, и мы по-моему читаем, ты же читаешь, что Господь силу-то дает. И есть места, которые, нет, не чисоже, это все-таки не чисоже. Слава Христу, во веки слава. Вот протопол по вакууму пишет, когда Пашков, воевода в него стреляет, осечка, во второй раз, осечка, третий раз, он его ругает, он говорит ему, Афанасий, благодать из уст твоих, придет время, я тебя постригу в монахе. Так и получилось. Его царь заменил, ему виселица, и он тогда прибежал, постриги в монахе, а из монастыря не брали. И ему пришлось постригать. То есть, вот он ей, когда в ссылку шел, допустим, через Байкал, пить негде. И он помолился, и лед треснул, и вода выступила, напились. Я верю. Просто я верю. Но есть одно чудо, в которое я почти не верю. У него была курица, и два яйца в один день несла. Любой биолог скажет, это невозможно, этого не бывает, вообще это никак не бывает. Курица, два яйца в день несла. У нас всю жизнь держат курицу, и чтобы два яйца, курица в день несла, даже никто не слыхал про это. А у вакуума было. Мне трудно в это поверить. Только неестественно. А вы смотрели фильм «Раскол»? Конечно. Можно мой вопрос задать? Все серии. Как вы считаете, вот там вакуум и Тихон, как они на ваш взгляд поставлены? Артисты, которые? Ну вообще, как вот сыграно, не то, что сами артисты. Что там? Это Крутиков исполняет его вообще. А этот... А вакуум? Вообще. Все образы подобраны здорово. И я увидел, что это действительно так, сидит Леонтий, старобряшский священник, а тут Тихон Шепкунов, этот исповедник Путина. И вот они разговаривают за этим столом где-то, а он Тихон Шепкунов на себя. Ну мы, конечно, не Каньяни там это... Потрапил этому. И вот разговаривает об этом. Да, все согласны. Поставлено... Это Николай Дост, это режиссер. Очень сильно. Очень. Но они нигде не показали. Я спрашиваю старобрядцев, но вы верите, что это так? Там такие были, которые... Ресценденты, и консультанты, там, высочайшего класса были, старобрядцев. Ну и все так и было. Да так. Теперь скажите, а вакуум знал Библию? Вот только Псалтирь знал. И у них ничего не было. И дальше... Да что он ничем не лучше был Никона-то. Ну мы Никоньяни, он авакуум. Он к царю обращался, Михайлович, дай мне власть тут, я их всех перепластаю. У него власти только не было. А иначе бы так. Ну когда он наказывает, письмо пишет, житие им самим написано. Там написано. Это он дает ученикам, к тебе когда надо вызвать, попа этого, Никоньянского, а ты яму вырой в ограде, и там колья наставь кверху, и сделай так, чтобы не видно было. И когда поп пойдет к тебе, там у тебя мать больная, или что-то, причищать ее, и он туда рухнет, и пузо распорит. А ты бегай вокруг ямы, кричи, а вот батюшка ее не узнал, то есть батюшка, я не знал, что у меня во дворе такая яма. Это он такие рекомендации дает. Ну как это? И старообрядцы-то не выбрасывают. Я говорю, ну как? Молчок. Ну скажите, нормально это или ненормально? Уже в вузах сидит, в вузах, да. Под землей сидит, и оттуда дает указание на гробницу царя налить там смолы дегтя. Это все в фильме показано. Я говорю, вы согласны? Да так, это что? А где она любовь? Где сострадание? Где любовь? Где смирение? Они даже не слыхали этого слова. И Никон на этом фоне уже как-то теряет свой деспотизм. Потому что действительно, противники сильные, один другого стоит. Но мы же находимся не на острове Елена, на свободе. Вот стойкость их была, это все приемлемо. Но как скажут, курица два яйца снесла, вера моя кончается. Я верю даже, что для атомной бомбы на Хиросиму сбросили, но что курица два яйца, не могу поверить. Вот ни на чем. Ну а что? Ну а все-таки так, думаешь, он наврал? Нет, не наврал. Так и было. Так и было. Я разговариваю с деревенскими, но ты слыхал, как. А то у меня пять куриц и десять ящик в день никогда не было. А то соседние курицы залетели, снеслись. Какое может быть? В этологии похоже, что... На маленьком, Господь. Можно еще одно дополнение? Ну скажите, конечно. Ладно, сестра, она сейчас уже ушла в вечность. Это Вера. Сестра Валентины Дмитриевны. И так говорила она, когда ее хотели уже забрать и спрашивали, так что же ты? Кит проглотил Иону, и ты в это веришь? О, дорогие мои. Да если бы даже сказали или написано в Слове Божьем, было так, что Иона проглотил кита, я бы и в это верила. О, за это-то ты и будешь сидеть. Вот за это-то мы тебя и заберем. И с работы его забрали. Даже от одного таракана ее вырвало бы. А вот по китам, это так, привыкли говорить. А вот что сегодня доказано, что это кашалоты, у него там разное отделение, в котором находятся даже до 4 дней, и они выплевывают, когда не могут. А у него там отделение, 6 отделений, в которых группа людей может расположиться. Мы считали здесь, ученые доказывают, то это действительно так. Ну, это для красного словца. Но действительно, есть такие киты, и Бог так сказал. И голова у него, говорит, опутана, была тиной, молился он. И этот случай реальный был, потому что на него Христос ссылается. Как и он был в Ащееве. Кита, так сын человеческий, в Ащееве земли. Так, давайте... Я не по теме, но я хотела сказать, я вижу, заканчивается уже. На неделе были новости. Муж у меня новости любит смотреть. И закон там приняли, чтобы нельзя в платке девочкам в школу ходить. И вот там, как он мусульманин выступает. Говорит, еще вчера мы были герои, у нас самые лучшие дети, а сегодня мы враги народа, говорит. И детей наших гонят, и детей наших обижают. И даже... И показывает светская эта директриса, или кто она сама. Я думаю, да ты должна показать. Компример, конечно. Учиться. Дух святой сходит в платке, когда они такие все дети, такие прям хорошо одеты, и все так аккуратненько. Нет, надо разворотить, надо испортить, чтобы как все... не получится испоганить. Ну, говорит, светский. И мой смотрел, смотрел, да говорит, да мы нравятся детям в платке, да пусть они ходят в платке, наш папа-то. И смотрю, Поля тащит куклу и несет тряпку. Мама, завяжи моей кукле платок. Она у меня верующая, она в школу будет в платке ходить. Да. Ну, это пишет в Англии, я говорил, что она торгует, молодая девушка, к ней подошел мусульманин, поздоровался, а вы одеты плохо, у вас грудь видать. Ну и что? Так, в следующий раз оденьтесь. Тут много мусульман ходит. Приходит на следующий день, какая была так? Так, мы предупреждаем только два раза. Вы слышали, там голову отрезали? А она побежала к директрисе. Она вышла к директрисе, то никого нету, она говорит, оденься. А они сказали, они сделают. А она сразу оделась и стоит одета. Просто и понятно. Я летом, ну не в этом летом, в прошлом мы на базаре, на китайском рынке были, и там мусульмане, мужчины торгуют. Я подошла, у них нитки такие хорошие, мотки, огурцы подвязывали, подошла. Вы, говорит, из наших, наверное? Я говорю, нет, я православная. Вот если бы все православные ваши так одевались, а то, говорит, неохота взять кинжал и всем, говорит, глотку перерезать. Какие они, говорит? Скажите им, говорит, пусть они оденутся. Мы к Чернявске ходили, а там как выходишь, на станок не хватает. К Чернявске, и там торгует какой-то мусульманин. И все у него, небольшой совсем хиост, но все у него по норме, все чистенькое. Ну, я решил поговорить. Не обижает вас здесь, обижает, говорит. Там то колоток, то что-нибудь. Так, он приехал, он работает, продукты у него, продукты там, это фрукты в основном все это. Кому он мешает-то? Платит налоги, власти ему разрешили, ну пакать же всякая. Ой, это от зависти. Мы не забыли, что проходим-то? Вторая Коринфянам, третья глава, с четвертого по пятый стих продолжим в следующий раз. Уже кончилось, да? Вон три стиха прошли. Да, сейчас закончено пока наше исследование Слово Божьего. Спаси Христос. Игнать Игнатьич, помолитесь, пожалуйста. Мне говорят, вот у вас занятия проходят, какие-то живые, положительно относятся, вот к этому, что вы рассуждаете. так и должно быть. Очень хорошо. Если где-то мы маленько, как здесь щука, где-то... Мы закончили, в час 17 мы занимаемся, вот у меня запись идет. Благодарим Бога. Полтора часа. А где у меня помощница в молитвии? О пленарии детей. Не хочет уже, да? Разуверилась? Или еще голова заболела? Где? Молимся же. Иди скорее. Полинарик, ядышка, остановись сюда. Опоздаешь. Поличка, ты поиграла, порисовала. Пойдем, помолимся. Мы недолго молимся. Господь тебя благословит. Вот, видишь, хорошая девочка. Божьей милости будем, ими грешного. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешного и помилуй. Слава тебе, Владыка, за этот воскресный день. За великую милость, что возвратил сестру. Ты слышал наши молитвы, хвала тебе. Мы просим тебя, сестре Юлии, претерпевающей гонения от родных, от близких, от священства, за то, что она желает принять истинное крещение. Сохрани ее, укрепи и умыщи сердца родственников, дабы во всем ты был явлен с любовью Твоей. Посети наших болящих, Ты знаешь их имена, и в обителях небесных, упокоенного, пристальных, Марии и Александру, и распусти нас с миром. И все слышанное помоги нам исполнить, благословляя имя Твое, святое, благослови правителей, патриарха, епископов, священников, и всем дару и духовное Твое рождение. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И прими нашу молитву возъявления рук, как жертву вечерней, благоухания приятная. Перед престолом благодати Твоей, Господи, соедини нашу молитву с молитвом всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и слышай, раб Твой. Аминь. Да благословит Тебя, Господь. Вот и все. Играй. Спаси, Христос. А мне Юлия не ответила. Спаси, Христос. Она не может, она заблокировала. Не ответила, это уже давно. Она все заблокировала, все не отняли. Я так понимаю, что она все. Игнать Чуханович, Анна, Анна, что известно, про которую бес вошел? Ничего не известно, так же потом все. Мы молимся, как будто. Надежда Васильевна, еще сюда зайдите. Вот это могут быть школы, где расписаны, здесь пятница лежит. Пятница.